Следующая информация будет интересна футбольным болельщикам. 17 июня на территории детско-юношеской спортивной школы «Виктория» был торжественно открыт всекубанский турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. С подробностями наши корреспонденты. Это Игорь Кенфеев, вратарь сборной России по футболу. А это Денис Мищенко. Он играет за детскую команду спортивной школы «Виктория». У мальчика есть большая мечта – стать известным футболистом и играть не хуже своего кумира из российской сборной. Поэтому юный спортсмен старается не пропускать ни одной тренировки своей команды вот уже на протяжении шести лет. С соревнованиями я готовился, играл с ребятами во дворе и очень хорошо занимался на тренировках. Тут надо иметь и ловкость, и силу, и скорость тоже. Денис Мищенко вместе с другими юными спортсменами Славянского района приняли участие в первом этапе всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края. В этот день турнир стартовал во всех муниципалитетах Кубани. Сегодня мы проводим первый этап. Здесь участвуют все спортивные школы города. Большое количество детей задействованы в летнее время, каникулярное время. Эти дети сегодня получают здоровый образ жизни у нас. То есть мы их отрываем от улицы этим турниром. Да, здесь собрались многие дети, специализация не в футбол. Здесь у нас сегодня и настольный теннис, и боксеры, и вольники, и гимнасты, и теннисисты. Поэтому здесь мы не ждем больших результатов от детей именно. Ну, хотя бы ради того, чтобы они чем-то занимались, мы проводим этот турнир. Всекубанский турнир по футболу проводится в крае, в том числе и в нашем районе с 2005 года. Это крупнейший футбольный турнир региона. На спортивных площадках он собирает более 250 тысяч детей. Большинство из них не занимаются в специализированных футбольных школах, но любят спорт и в дни школьных каникул готовы провести в спортивных баталиях время вместе с друзьями. Интересные и захватывающие игры перед началом турнира пожелал ребятам начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Этот турнир проводится прежде всего для того, чтобы вовлечь вас к здоровому образу жизни, чтобы вы повстречали, чтобы вы поиграли в футбол. Для этого проводится Кубок губернатора. Я хочу также, чтобы сегодня выявили сильнейшую команду, которая будет представлять уже в финале первенства муниципального образования Славянский район. И также с выходом в третий этап – это краевые зональные соревнования. Турнир проводится в несколько этапов. С 17 июня по 8 июля проходят соревнования в городских и сельских поселениях. Затем с 9 по 23 июля пройдут районные соревнования. По итогам определят победителей, кто отправится на финальные игры в конце лета. У славянских футболистов есть все шансы попасть в число медалистов. А вот какой пробы будут медали, покажет время. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!